Здравствуйте! Это программа «Наше время». На что будете брать кредит? На бензин? Хотим выходные покататься на машине? Шутки примерно такого содержания все чаще появляются на просторах интернета. На самом деле жителям Алтайского края не до смеха. За неделю, за прошедшую неделю топливо в регионе подорожало почти на 50 копеек за литр. Что дальше? Есть ли пределы роста стоимости бензина и дизельного топлива? Об этом сегодня мы поговорим с депутатом Краевого законодательного собрания президента Алтайского топливного союза Юрием Матвейко. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Ну, мне кажется, в этой шутке есть доля правды. Ну да, в свете последних событий, конечно, мы видим, что рост цен на бензин и дизельное топливо продолжается. Несмотря на те заверения, которые нам делали регуляторы, такие как Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба, пока понижение цен мы не увидели. Знаешь, что в середине мая Российский топливный союз, в который входит и Алтайский край, направлял открытое письмо представителю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой принять экстренные меры на топливном рынке России. Ответ какой-то получен? Знаете, как такового ответа нет, но была очень оперативная реакция. Была назначена рабочая группа под руководством вице-премьера Козака. И уже прошло, наверное, три совещания, на которых обсуждались те вопросы, которые мы задавали правительству и регуляторам. Козак человек достаточно решительный, резкий. И, насколько я знаю, совещания происходили в очень жесткой ультимативной форме. И как раз вопрос о понижении акцизов на нефтепродукты и об ограничении экспорта, плюс еще там ряд моментов, которые могли бы повлиять на ценное образование, обсуждались на этой рабочей группе. Я думаю, что сегодня-завтра мы получим протокол. И я думаю, что там будет поэтапно прописаны те шаги, которые будут делать нефтяные компании, регуляторы для того, чтобы стабилизировать. И рынок нефтепродуктов не лихорадило, как мы видим, последние два с месяца. Но вы же не одно письмо писали, да? Да. И было обращение на Козака, уже когда он возглавил эту рабочую группу. Но там все наши инициативы, которые мы предлагали для того, чтобы рынок нефтепродуктов был более стабилен и не было вот таких резких скачков цен. Но они прописаны достаточно четко и понятно. И именно те четыре предложения, которые мы предлагали, они как раз и обсуждались на прямой линии и на совещании у Козака. Поэтому я надеюсь, что вот эти здравые меры, которые мы предлагали, они позволят сделать рынок более стабильным и чтобы не было роста цен на автозаправочных станциях. Правительство приняло решение снизить акциз на топливо. Поможет ли это остановить рост его стоимости в ближайшее время? Смотрите, решение было принято с 1 июня. Сегодня у нас прошло определенное количество денег. Нефтяная компания ни одна за вот этот период ни на копейку не снизила оптовые цены. О чем это говорит? Что нефтяники играют в свою какую-то игру и таким образом решения комиссии для них пока не являются каким-то авторитетным и приказом. Но я думаю, что после вчерашнего прямого эфира, где президент России дал четко понять, что шутить он не намерен и если надо, будут крайние какие-то меры вплоть до смены руководителей тех или иных подразделений, которые не должным образом контролируют и регулируют ситуацию в нефтяной отрасли. Мы говорим о прямой линии, вы уже заговорили. Министр энергетики накануне сказал, что стоимость топлива с 30 мая не растет. Представитель Центробанка Эльвира Набиулина днем раньше, напротив, сказала, что снижение акцизов никак не повлияет на снижение стоимости бензина. Так вот все-таки к кому верить? Я понимаю, что вы сказали, что Владимир Владимирович примет решение и все-таки... Ну, давайте так. Что касается Набиулины, она сказала об оптовых ценах. Цены на самом деле с 30 мая несколько подросли. Что касается розничных цен, это вот как раз, когда у нас есть диспаритет цен и начинается как раз лихорадить рынок нефтепродуктов. Нефтяные компании сказали, что с 30 мая мы цены в рознице заморозили. Что касается оптового рынка, то есть биржевых торгов, там цены постепенно росли. Как я уже сказал, нефтяные компании, несмотря на то, что с 1 июня понижен тариф по решениям правительства, нефтяные компании ни на копейку не снизили оптовые цены. То есть сегодня рынок разбалансирован. Не может такого быть, чтобы оптовая цена была выше розницы. Соответственно, мы видим диспаритет, дисбаланс. И для того, чтобы рынок более-менее стал стабилен, оптовая цена должна упать минимум на 4-5 тысяч рублей за тонну. Это может сделать только вот те инициативы и предложения, которые мы писали в своих обращениях на Медведева и на Козака. Ну понятно. А реально вообще, что снизится стоимость бензина, я не знаю, в ближайшие пару месяцев? Я думаю, что на автозаправочных станциях в ближайшее время нам не надо ждать снижения. Главное, чтобы снизились оптовые цены. И тогда, по крайней мере, мы не увидим новых скачков и новых, скажем так, ценовых потрясений. Потому что мы же видим, как жители страны реагируют, начиная от массовых практически забастовок, перекрывают частично площади автозаправочные станции. Но это понятно, что бьет по карманам и автовладельцев, по бюджетам. Никому это не нравится. Ну, у нас в Крае еще не было акции протеста. И слава богу. В стране вы сказали, что было. Может быть, это единственная мера или нет все-таки? Ну, я думаю, что манифестации, забастовки и акции протеста ни до чего хорошего не доведут. Есть масса историй в различных странах, где, когда люди выходят на улицу, может закончиться чем-то нехорошим. Поэтому я думаю, что здесь основная задача правительства, рабочей группы, как раз стабилизировать рынок, стабилизировать цены, чтобы остановиться хотя бы в рамках тех ценовых индикаторов, которые есть сейчас на автозаправочных станциях. В принципе, это все можно сделать, когда поэтапно сделать определенные шаги. Это поднять экспортную пошлину, о чем вчера говорил президент, сократить экспорт, добавить топливо на биржу. И, соответственно, когда будет нормальная рабочая ситуация и не будет диспаритета между оптом и розницей, я думаю, что все должно стабилизироваться. Но для этого, соответственно, регуляторы должны активно поработать, вплоть до того, что финансовых каких-то наказаний в адрес нефтяных компаний, которые нарушают законы конкуренции. Ну а что делать людям? Ждать? Или переходить на газ, может быть? Ну, газ, наверное, это такая мера, которая может, скажем так, помочь, может не помочь. Мы же видим, все энергоносители растут пропорционально стоимости нефти, соответственно, бензин и газ растет ровно так же. Поэтому, ну, наверное, это будет несколько экономичней, но если думать, что газ будет стоять вот в такой цене, бензин вырастет, ну, чудо не случится. Все будет расти параллельно и... ну, можно попробовать. Какой срок, по-вашему, произойдет стабилизация цен? Вот для наших жителей? Ну, у нас Алтайский край не уникальный регион. Да, ну, в России не только. Мы говорим о России в целом. Я думаю, что ближайшие полтора месяца это должно случиться, потому что биржевые торги – это месяц отсрочки по нефтепродуктам. Думаю, что до конца июля, если шаги будут адекватные, понятные и правильные, то до конца июля у нас рынок нефтепродуктов должен стабилизироваться, начиная от розничных и заканчивая оптовыми ценами. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, что нашим гостем сегодня был Юрий Матвейко, депутат Краевого законодательного собрания, президент Алтайского топливного союза.